Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. И сегодня мы поговорим про такую монету, как 10 копеек 92 года. Данная монета очень сложная, но вы знаете, что я люблю рассказывать так доходчиво, подробно, чтобы было понятно даже самому начинающему нумизмату. Поэтому сейчас я расскажу вам, как очень просто в этом году найти дорогую монету. А потом уже будем с вами углубляться в подробности. Поехали! Прежде всего, в 10 копейках 92 года присутствует 5 штампов. Давайте разбираться, какой как выглядит. Итак, первый штамп. Сразу хочу вам сказать, для тех, кто ленится разбираться, для тех, кто хочет найти сразу баснословную дорогую монету. Ну, значит, несколько признаков, что монета сразу стоит дорого. Прежде всего, четвертый штамп, который я вам показал, он стоит очень дорого. Английский чекан. Пятый штамп, который вы видите на своем экране, он стоит также дорого. Сколько дорого, постоянно спрашивают. Цены постоянно меняются, поэтому он стоит от 2000 гривен и выше. Насколько выше, зависит от состояния вашей монеты и факторов, такие как карантин, кризис и тому подобное. Но, стоят дорого. Третьей особенностью, как определить, что монета сразу стоит дорого, это ее магнитное свойство. Те монеты, которые стоят свой номинал, которые ничего не стоят, они все выполнены из латуни. Следовательно, они не берутся магнитом. Поэтому, если у вас 10 копеек 92 года притягивается магнитом, эта монета сразу будет стоить гораздо дороже своего номинала. Гладкий гурт. Все монеты 10 копеек 92 года, у которых гладкий гурт, также стоят хороших денег. Поэтому мы еще смотрим на гладкий гурт. Крупный, средний, мелкий. Там уже есть разновидности, которые ничего не стоят. Гладкий гурт, однозначно монета дорогая. Также есть еще две особенности, которые может в монете заметить даже самый начинающий поисковик. Это такая особенность, как шестиягодник. Шесть ягод мы сразу смотрим вот в эту гроздь. И если мы там видим шесть ягод, эта монета стоит от 40 гривен и может также стоить очень дорого. И еще одной особенностью для человека, который не хочет разбираться в зернышках, бубочках, ягодках, а можно определить сразу невооруженным глазом, это маленькая ягода вот в этой грозди. Если вы находите такую монету, она тоже стоит от 15 гривен и выше. Во всем остальном, друзья, будем с вами вместе разбираться. Приготовьтесь к плодотворной работе. И так поехали. Первый штамп. Итак, друзья, перед вами первый штамп. Чем же он отличается от остальных? Первый штамп это Трезубец выпуклый, средний зуб трезубца с утолщением верхней части. То есть он выглядит вот такой вот, как копье. И единичка даты, она с хвостиком. Вот этот штамп называется первым. Итак, разбираемся с первым штампом. Что же мы прежде всего смотрим в этой монете? Для этой работы я использую микроскоп, чего я вам советую, потому что невооруженным глазом, даже с лупой, эти все детали рассматривать очень сложно. Итак, прежде всего, мы с вами смотрим на вот этот листик дубового листка. Если данный листик у нас с левой стороны скруглен, а справа имеет ступенечку, также мы видим с вами, что ости третьего колоса выше остей четвертого колоса и смотрим с вами на букву И и букву Н, они имеют хвостики наверху. То это самый частый штамп, который называется 1.13. Это самый частый штамп, который попадается всем, кто перебирает 10 копеек 92 года. Почему я всегда рассматриваю подробно вот этот листик, ости и буквы? Потому что монета, у которой буква И и Н в конце ровные наверху, это уже монета 1.14, которая по проходам на аукционе достигала даже 13 тысяч гривен. Средняя цена от 6 тысяч и выше в зависимости от состояния монеты. Поэтому прежде всего мы с вами смотрим листик, ости, буквы. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это когда вы смотрите на монету со штампом 1.1, то есть когда вы рассматриваете вот этот листик, сходится все ости, сходится навершие на буквах Н и И. Обратите ваше внимание на вот этот дубовый листик. То есть он с двух сторон сделан ступенечкой. Вот такой вот листик. В самой частой монете он выглядит именно так. Но есть еще вот такая вот разновидность, как вы видите сейчас на ваших экранах, когда данный листик слева спрямлен. Такой штамп называется 1.11. Это перепутка. И такая монета по проходам на аукционах достигает 60 гривен. Опять же, от состояния вашей монеты. Следующей разновидностью штампа 1 является штамп 1.2. Когда у данного листика слева спрямлено, а справа ступенечкой. Такой штамп называется 1.2. То есть у него все остальные признаки остаются такими же. Ости третьего колоса выше. И буква Н с буквой Е у нас с хвостиками. В таком штампе также очень много монет попадается, которые стоят номинал. Но есть одна разновидность, которая называется перепуткой и стоит 0.1-0.2 цента. Что же это за монета? Реверс в данной монете во второй грозди имеет вот такой вот прямоугольный красивый треугольничек. Так вот, если в штампе 1.2 попадается монета, у которой в данной грозди треугольничек тупоугольный, то вот эта монетка называется перепуткой и ее цена дороже номинала. Поехали дальше. Следующей разновидностью первого штампа является штамп 1.3, у которого данный листик выполнен ступеньками как слева, так и справа. Что же нам нужно смотреть прежде всего, когда мы видим перед нами штамп 1.3? Друзья, я всегда смотрю на зерна, причем на все. Сейчас на ваших фотографиях мы видим красивые зернышки с обеих сторон, следовательно, монета обычная рядовая. Но, если вдруг вам попадаются зерна, которые выглядят как недоделанные, как культяпки с запаянными практически разрезами, то вот эта монета называется 1.34 и у этой монеты есть две дорогие разновидности. Сейчас я вам их покажу. Значит, прежде всего мы сейчас видим монету с вот такими вот, вы видите, культяпками, у которой в одном варианте ягоды плоские, все изображение у нас плоское, это разновидность, которая называется 1.34 А.Б.М. Такая монета стоит от 250 до 450 долларов по каталогу коломийца. По проходам на аукционе она колеблется 6 до 8 тысяч гривен. То есть, монета дорогая. И также попадается еще монета, у которой вот в данной грозди 6 ягод при наличии на аверсе штампа 1.3. Попадается 6 ягод. Такая монета называется по каталогу 1.34 Е.А.М. и данная монета стоит от 800 гривен и выше. Друзья, я наверное не должен объяснять, что эта работа очень скрупулезная и требует мало того, что начиная от микроскопа, но самое главное требует огромной усидчивости и терпения. Я очень стараюсь объяснить вам доходчиво только те моменты, которые нужно изучить, чтобы не засорять вашу голову теми всеми разновидностями, которые ничего не стоят, а они там есть. Поэтому, друзья, я надеюсь, что лайкосик под видео я заслужил. Поехали дальше разбираться со вторым штампом. Итак, следующим штампом, который мы рассмотрим, это второй штамп. Второй штамп, его отличительная особенность, узкий центральный зуб трезубца. У штампа 2 существует два подвида, которые называются 2.1 и 2.21. Чем же они отличаются? Значит, прежде всего мы с вами смотрим в третий колос на его четвертое зерно. Сейчас я вам покажу под микроскопом, где вы видите, что данное зерно в нижней его части в виде дуги. Если у вас попадается зерно, которое нижняя часть прямая, то это штамп 2.2. Если она в форме дуги, 2.1. По каталогу коломийца мы с вами видим, как выглядит зерно в виде дуги, вот здесь вот, и как выглядит штамп 2.21, там, где зерно у нас прямое, вот здесь ровненькое. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете проверить расстояние между крайними остями. У этой монеты, которая более дорогая, эти расстояния составляют 11,6 миллиметров, тогда, как у обычной монеты расстояние между крайними остями 12 миллиметров. Таким образом, мы себя перепроверяем. Если вы находите монету, у которой данное зерно скошено, то это монета 2.21, скорее всего, штамп ВАК, и такая монета по каталогу коломийца стоит дорого, стоит цена договорная. Итак, начинаем искать дорогие монеты среди второго штампа. Прежде всего, у нас во втором штампе 2.1, мы уже разобрали с вами, что такое 2.1, существует очень много разновидностей реверса. Самая популярная разновидность, которая может попасться нам в этом штампе, это разновидность ВА, у которой гроздь номер 2 имеет форму малого тупоугольного треугольника, в грозде номер 5 черенок подходит ко второй слева ягоде и гроздь номер 7 черенок примыкает к ягоде. Это разновидность ВА, которая стоит свой номинал, но и в этой разновидности есть монета, которая стоит 5-10 гривен, это та монета, у которой гурт крупный, он сейчас на ваших экранах, вот эта верхняя монета с крупным гуртом стоит 5 гривен. такая разновидность называется 2-1 ВАК. Следующая разновидность, которая может попасться нам при переборе, это разновидность штампа 2-1 ВБ. Это та разновидность, сейчас вы видите на своих экранах, в которой ягодки напоминают бублики, то есть они с дырочками. Такая монета достигает примерно 100 гривен, от 50 до 100 гривен, в зависимости от состояния вашей монеты. Если у нас попадается монета штампа 2-1 с треугольничком, который прямоугольный, вот таким красивым треугольником, то эта монета называется штамп 2-1 ААМ, это монета перепутка и стоимость такой монеты от 5 до 10 гривен. Также в этом штампе существует монета с крупным гуртом. Такая монета стоит от 25 гривен до 70, опять же в зависимости от состояния вашей монеты. Следующая разновидность 10 копеек штампа 2-1 является разновидность вот с этой маленькой нижней точкой, которую я показывал в самом начале своего ролика. Такая разновидность называется БА. В штампе 2-1 БА существует как с мелким, так и с крупным гуртом. Следовательно, мелкий гурт стоит чуть-чуть дешевле от 7 гривен и выше, а крупный гурт от 15 и выше. Следующая разновидность штампа 2-1 это разновидность ГА, у которой в данной грозди черенок не подходит к ягоде. И мы смотрим на этот черенок, он тоненький, как различать разновидность ГА, ГБ, ГВ. Я вам сейчас дам подсказочку на прошлое видео, где я подробно об этом рассказал. Монета со штампом 2-1 ГА, она существует как с мелким, так и крупным гуртам такая монета колеблется от 3 до 25 гривен в зависимости от гурта и естественно от состояния вашей монеты. Следующей разновидностью, о которой я говорил также в начале ролика, является разновидность, у которой в данной грозди 6 ягод, отличительная особенность. Такая монета называется ДА, соответственно также имеет 2 вида гурта, мелкий и крупный 2-1 ДА с мелким стоит от 7 до 30 гривен и такая монета 6 ягодник с крупным гуртом стоит от 2 до 3 долларов, также зависит от состояния вашей монеты. Ну и наконец штамп 2-21 у которого данное зерно не полумесяцем, а ровное, такая монета называется 2-21 ВАК цена ее договорная, у нее 7 степень редкости. Сразу вам хочу сказать, что очень часто монеты обиходные и качество зерна не отличить, поэтому данную особенность очень легко проверить, замерить ее ости. Вот это расстояние должно составлять 11,6 миллиметров, когда обычная монета, данное расстояние 12 миллиметров. Такая монета стоит более чем 3000 гривен. Ну и еще одна разновидность, которую в простонародье называют оливки, это брак. Такая монета носит название 2-1 ВА АМ. Вы видите, что у нее все ягоды немножечко растянуты. Данная монета мне за время перебора попалась всего данная монета встречается у других нумизматов более часто. Такая монета стоит средняя цена 10 гривен. Итак, переходим к третьему штампу. Друзья, я еще раз вам повторяю, что я не люблю искать какие-то вымышленные монеты. Я всегда ищу те монеты, которые можно реально продать, которые могут попасться в обиходе. Поэтому я не хочу сейчас вникать в подробности всех штампиков, которые только существуют. 3.11 обычно или все, которые стоят номинал. Я хочу вам показать только те моменты, на которые нужно обратить внимание в третьем штампе, чтобы вы точно нашли монету, которая стоит денег. Поэтому смотрим внимательно. Итак, в третьем штампе нам нужно три вещи. Первое это крупный гурт. Если вы находите монету в третьем штампе с крупным гуртом, знайте, что у вас уже монета стоит от 100 гривен и выше. Так как самая даже дешевая монета 3.11 разновидность с крупным гуртом стоит минимально 100 гривен. Вот на ваших экранах монета третьего штампа, у которой гурт крупный. Немножко эту монету я уже осветлил. Разновидность 3.11 ВА и нижняя у нас мелкая, а вот это ВАК гурт крупный. Это первый нюанс, на который стоит обратить ваше внимание. Второй нюанс это АА. Все рядовые монеты в третьем штампе, которые ничего не стоят, они вот с таким вот тупоугольным треугольником во второй грозди. Поэтому в третьем штампе я всегда смотрю на вторую гроздь. И если мне попадается не ВААА вот с таким вот треугольничком красивым, прямоугольным, эта монета, как правило, 312 ААМ, которая стоит 4-7 доллара. Вот такую монету сразу откладываете, присылайте нам на опознание и постараемся с ней разобраться. И третий пункт, который можно найти в третьем штампе, это шестиягодник. Друзья, мы с вами смотрим на третью гроздь, вот сюда в рядовых монетах гроздь обычная, но если вам попадается в третьем штампе шестиягодник, такая монета автоматически стоит дорого. Такая монета попадается в обиходе, есть шанс ее найти, поэтому три пункта в третьем штампе. Я хотел снять ролик, в котором я расскажу про все штампы, которые бывают по каталогу, друзья, но сам я просто ошалел от всей этой информации, которая затянулась на 48 минут. Я думаю, что обычному начинающему нумизмату это просто взрыв мозга, поэтому, друзья, я вам показал сегодня все те моменты, которые мы можем найти в 10 копейках 92 года. Пожалуйста, поставьте лайк, под видео, в комментарии обязательно напишите, попадались ли вам такие монеты, если вам попадались дорогие монеты, или есть у вас в наличии, пожалуйста, вы видите на экранах номер моего вайбера, на который вы можете прислать качественное фото, я еще раз повторяю, качественное, потому что даже по глупой очень трудно рассмотреть все нюансы, поэтому фото надо сделать качественное, чтобы было видно каждую зернинку и каждую ягодку. Подписывайтесь на канал, лайк под видео, с вами была Лавка удовольствий и я Александр Манник. Увидимся!